А ты чё молчишь? Тут у тебя невеста уходит. Мы на границу ездим, сочи два раза отдыхать будем ездить. Кто лучше станцует? Давай-ка, ну-ка, иди. Так, Коля, пошёл! Я Лариса Бузеева, это «Давай пожаримся». Добрый вечер. Сегодня женихи Пётр, Николай и Иван. А невеста у нас Марина. Марина, 47 лет. Всегда знала, что муж ей изменяет, но за руку поймать его не могла. Когда ей, наконец, представился такой случай, с чувством выполненного долга подала на развод. Марина, медсестра в поликлинике, недавно открыла своё дело – небольшую химчистку. Гордится тем, что научилась припарковывать свой автомобиль. Мечтает жить на юге России. Предупреждает, что всегда спит в очках для сна. Марина никогда не вступит в отношения с лысым или рыжим мужчиной, который любит себя пожалеть. Её мужем станет хозяин своего слова с золотыми руками, у которого развито чувство прекрасного. Здравствуйте. Здравствуйте. Можно я вам подарочки подарить сразу? С удовольствием. Такие романтические подарочки с предсказаниями. Потрясающая блондинка. Я думаю, эта романтическая натура очень подходит для тебя. Скажите, а вот эта вся история, брак, развод произошла в Узбекистане? Ну да, конечно, в Узбекистане у меня произошла эта история. Вышли замуж так рано, потому что там принято так, все выходили рано, да? Ну, как бы да, все в основном девчонки до 20, но тем более в Узбекистане вообще там и в 17-е годы. Я на Урале выросла, и там, если спрашиваю, сколько твоей, 19, не замужем? Да, да. Не замужем? Ой, ты поторопись, 19-е уже, да, уже 20 на нас уже, через год 30 десяток разменяет. Всё, это просто, ну, старые-престарые. Ну да, там Узбекистане 17-е, да. Это хорошо, когда рано выходят замуж, зато дети, потом взрослые уже. Я вообще была, как бы, центром компании всегда, я на гитаре играла, ну, какая, у меня всегда было много ухаженного. Марин, потом вы блондинка, так она же не из Узбек замуж вышла. Вы вышли замуж за своего, за русского? Да, конечно, там русских очень много. Старше был у вас? Нет, мы одноклассники были. Ну, да. За брата, короче, вышла замуж. Ну да, можно сказать так? Да. Красивая женщина интересная, простая. Но всё равно через год ребёнок родился. Да, через год родился ребёнок у нас. Ну, человек, он был, конечно, знаете, тоже был как душа компании, весёлый такой, задорный, язык подвешенный. Девушки, по-моему, любят таких мужчин, которые лапшу вешают и вешают и вешают, с удовольствием они её принимают. Вот. Но оказался парень не для семьи, просто не семьи. Ну, чего не додавал-то? Ну, вот, работает чуть-чуть, раз, уже на другая работа смотришь. Весёлый. Вообще, я искал. Ну, понимаете, жизнь как праздник. Ну, красавчик, наверное, был, вот, судя по дочери. Знаете, он был похож, вот, есть мультик, двое из ларца, одинаковых с лица. И вот это, ай, так сойдёт, ну, вот такой же человек. Молодой же. И так сойдёт всё. Ну, да, мне кажется, жить с характером, а это вот, на мой взгляд, это самый для меня любимый человеческий психотип мужской. А я люблю сговорчивых, потому что для меня вот это, спорить, у меня нет энергии, я не хочу. А мне так, ай, да. Мне кажется, это же хорошо. Ну, да, хорошо, это хорошо. Посмотрите, не пил, не бил, любил. Ну, погуливал немножко, и что такого, все не гуляют. А вот если вы так уверены, Марин, что он вас любил, с чего вы взяли, что он вам изменял? Почему вы вдруг стали подозревать? И не просто подозревать, а практически выслеживали? Да, ну, конечно, ну, мне говорили, вон там, видели его, с тем, с этим. И вот вы с коляской. Да, и вот я с коляской, значит. А у вас одна дочь, да? Ну, дочка, да, была тогда ей, ну, полтора года, наверное. С подругами гуляли, ну, я точно знаю, что и он у друга своего тусуется. Ну, думаю, пошли, говорю, Лариска, тоже подружка моя, пошли, говорю, прогуляемся. А Лариски никакие. Ты да, понимаешь, крышки. Ну, пойдем. Ну, приходим мы, значит, звоним в дверь. Открывает нам хозяин квартиры, парень. Я говорю, мой, у тебя? Нет, ну, вижу по глазам, что врет, врет. Я говорю, да, я посмотрю. Еще как дверь открыл дурак. Да, я посмотрю. Нет. Я тогда ребенка на руки. И говорю, ну-ка, что, меня с ребенком не пустишь? Ну, мужик, ну, шаг. Стыдно ему было на это смотреть. Ну, прохожу я. Смотрю, в коридоре шлепки женские. Ну, мы с Лариской зашли вместе, с детьми, коляски оставили. Трехкомнатная квартира, комната одна закрыта. Стучу. Говорю, если ты здесь, выходи. Если ты не здесь, я все равно знаю, что ты там. Там тишина. И вот вы полтора часа с ребенком под дверью сидите. Нет, я говорю, я все равно дождусь. Потому что ты не выйдешь из этой квартиры, потому что первый этаж решетки. Никуда не денешься. Если бы можно было посоветовать цвет помады, то я бы посоветовал менее яркий. Я сидела-сидела, раз, комната открывается, уже, видать, поняли, что там делать нечего. Девушка вбегает плотная такая, думаю, батюшки, ну, на кого позарился. Это прям обидно, честное слово. Захожу в комнату. Там-сям. Нету, думаю, вот я лошара. Облошарилась. Ну, что делать, блин? Я говорю, смотрю, шлепок его валяется. Ковер стоит в углу. Уже ковер пощупала. Шкаф встроенный, шкаф. Я открываю дверки. Нету. Вот, блин. Потом до меня доходит верхний андресоль. Я открываю, а он там. Ну, вам тоже, наверное, это не надо, да? На левачок ходить. Нет, я налево не хожу. Я честно, сознательно. Это вы сейчас так со смешком. Ну, и тогда он вам сердце не разбил, потому что вы его не любили, и вы искали уже причину вескую, чтобы сказать... Да, 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 я искала причину, чтобы уже как бы развестись. Не было никакого у меня сожаления, наоборот. А поскольку он чувствовал, что вы его не любите, и вы хотите с ним развестись, он вам вот это вот и устроил. Да нет, у него была натура такая. Нет, нифига. Мужчины чувствуют, им стят за нелюбовь. Стоило столько времени тратить на это, и как бы бесполезное дело, надо было просто расходиться, и всё. Скажите, Марина, а вот сейчас, когда уже вам гормон не разрывает голову и не дробит ваш организм на мелкие части, вы считаете, можно влюбиться? Конечно, можно. Вот так, чтобы прямо... В любом возрасте можно. Она ещё родить хочет? Да нет, я не очень хочу родить. Как? У меня написано, если попадётся достойный родить. Мужчина, которая будет действительно надёжной, которого я буду уверена... А у вас климакса нет ещё? Нет. А, вы уверены? Да. А то многие думают, что у них и нет ещё ничего. Оно давно уже есть. Ну, бывает и в 50-х, 60-х. Она мне подходит, вообще подходит. Смотри, ребёночка мне надо, во-первых. Она хочет в деревню. У них там семья там большая. У меня домина огромнейшая. Я начал строить сначала от жадности. Там, как этот начал, большое строительство. Мне она не нужна там. Она вот, знаешь, какого хочет? Я тебе скажу, она сейчас опять начнёт. Давай. Значит, он должен быть с художественным вкусом, с художественным и музыкальным вкусом, да, чтобы делал подарки. Хозяйственно, рука с сединой, доходом от 50 тысяч. У неё там хороший, приданный одноэтажный дом, участок пятнацок, машины есть, квартиры бульяновские. Бизнес свой, химчистка. Бизнесом занимается, это очень хорошо. А я вот ещё прям последний штришок-то. Вы же никак не могу сообразить, хотите этого музыкально-творческого. Вы поёте? Я пою. Вот, спойте нам что-нибудь такое-то. А что вы там? А можно я с дочкой вместе? А вы давайте. Позови меня с собой, Я приду сквозь злые ночи, Я травлюсь за тобой, Чтобы путь мне не пророчил, Я приду туда, где ты. Нарисуешь мне весь солнце, Где разбитые мечты Обретают снова силу высоты. Замечательно. А мама где-то далеко. Ну, родите детей, Мамки на юг. Самое главное, Что она готова Попрощаться со своим местом жить. Вот, как раз Пропишем свою фазенду, Она счастлива будет, Потом только Эта передача будет, Только спасибо говорить, Скажет, Какие молодцы они. А что звёзды, Тома? Должна сказать, Что вы львица. Причём такая стопроцентная, Потому что В характере вашем Вот это умение добиваться своего, Как часто бывает у львов, Как у полководцев, Они и так это делают, А в вашем характере Это особенно сильно. Поэтому неудивительно, Что и мужиков вы строите Так, как вы считаете нужным, И ведь со всеми у вас Это было всегда, правда. Подчиняетесь только тем, Кто сильнее вас. И по материальному положению, И по характеру. Но всё равно... Наши встречи Неожиданно интересные. Вот цветочек вам. Спасибо большое. Пётр, 59 лет. В прошлом художник и фотограф. Работает электромонтёром. Обожает всё, Что связано с изобразительным искусством. Мечтает хоть раз побывать за границей. Признаётся, что он очень неаккуратный в быту. Лишь спустя три года после свадьбы, Пётр узнал, что у его жены есть тайны, В которые она его решила не посвящать. Надеется, что Марине нечего скрывать. Пётр, что за тайну было? Полезнь жены. Тяжёлое-тяжёлое наследственное заболевание. Вы сразу узнали, Что у вашей жены смертельный диагноз, И она не может иметь детей? Сразу это было известно. То есть, несмотря на её диагноз, И невозможность иметь детей, Вы её не бросили? Ну да. Может, какой-то определённый отрезок жизни, Даже там год-два человек будет счастливо жить, И отнимать у него, Это, я думаю, несправедливо. После того, как вы похоронили жену, У вас же ведь ещё была женщина, С которой вы, да? Ну, были в гражданских, так сказать, отношениях. Да. А там почему детей не родили? В какой-то момент, когда мы познакомились, У неё не было детей. Но мне хотелось завязать отношения, Полноценные, развивать их и так далее. Но не хотела она. Она потухнет с таким мужчиной? Вот смотри, нет, это куда? У неё тоже была травма? Нет, Саша, она не... Два брака заключается. Она не подходит, вот не подходит. Ну вот давай. Скажите, пожалуйста, вы из какой семьи? Папа у меня был преподавателем в институте. А что преподавал? Сольное пение. Музыкальное образование? Да, отлично. А мама? Мама была инженером-строителем. А братья и сёстры есть у вас? Да, у меня две сестры. Скажите, пожалуйста, А в вашей семье было принято разговоры по душам, например, Выяснять, не держать камни за пазухой? Или вообще отношения были сдержаны и у мамы с папой, и у брата? Ну, так бывает в таких вот российских интеллигентных семьях, но считается неприличным. Нашёл молчи, потерял молчи. Знаешь, детка, да? Да. Недостаточно было мне, по крайней мере, информации, открытости. И открытости, и тепла, наверное, да? И вот этого желания делиться. То есть они не были такими хорошими, как хотели? Ну, вот всё это оттуда, понимаете? Вас так вот воспитали. А вот у меня вопрос в связи с этим. У вас есть такая черта характера, вы не любите, когда ваши вещи трогают, и более того, ещё перекладывают. Пётр, наверное, имеется в виду какие-то бумаги, любимые журналы, пластинки старые, какие-то дорогие сердцу вещи, да, про которые жена скажет, пылинокопитель, и ещё черти что там. А может, у неё вся квартира такая? Можно, секундочку. А, да? Вот в связи с этим. Да, да. У творческих людей бывает такой творческий беспорядок. И важно, что где лежит. И вот эта территория. Мало того, вот этот хаос для всех остальных людей, кажущийся, да, для вас это абсолютно идеальный порядок. Потому что в этом ворохе бумаг, журналов, старых пластинок вы обязательно найдёте то, что ищете. Правильно? Секундочку, я чуть не поняла. Вы же электромонтёр. Какой творческий? Вы что, пишете что-нибудь? Или поёте? Случается. Иногда. Допустим, один раз в газету взяли мою самую... А, вы пишете, пишете, да? А работаете электромонтёром? А работаю электромонтёром. Вот смотри, разговаривался чуть-чуть. Да куда он, куда он? Этот, сейчас, наверное, уснёт, мне кажется, надо. Ты смотри, она горит, женщина. Она, уже слушая его, тоже засыпает. Где вы живёте территориально? Территориально в Санкт-Петербург. Кто с вами ещё живёт? Я и старый больной человек, за которым мне приходится ухаживать, это моя тёща. Скажите, пожалуйста, это тоже характер. А как так получилось, что после смерти жены, сколько лет уже прошло? Значит, она умерла в 2006 году. Значит, это у нас получается 11 лет. 11 лет назад. А никого нет родственников? Нет, практически нет. У невести, внучатая племянница. А квартира тёщная? Ну, вообще-то да. Вот. Знаете, вот я вам хочу сказать, вот я так не люблю эти пафосные, высокопарные все эти фразы. Вот вы для меня, Пётр, абсолютный герой. Абсолютный герой, правда? И то, что вот вы прожили с женой и не бросили, да, и то, что вы не бросили её мать. И то, что вы 11 лет заухаживаете за старым человеком. И я понимаю, что вы зависимы, что вы привязаны к этому месту. Вот вы для меня прямо человек, вот я прямо вам вот браво. Правда. Вот спасибо вам большое. С вам не страшно вообще ничего? То есть то, что не бросит, не продаст, не предаст. Да, это удивительно. Это редкость. Застенчивый. Да, не разорвёт он гармонь сейчас, понимаете? И не будет петь. Тогда, да, сюрприз покажете? Да. Ну, я думаю, что всё-таки он не очень подходит к темпераменту. Кажется, она очень такая энергичная женщина, а он всё-таки такой, как бы, может, даже, можно сказать, и флегматика. АПЛОДИСМЕНТЫ Аплодисменты. 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 Маргарита и Денис. Как вам, Пётр? Хороший мужчина. Мне понравилось, что он, во-первых, видно по нему, что он профессионал, потому что электрика – это сложная наука. И он разговаривал очень вкратчиво, толково, с расстановкой, с чувствами. И, мне кажется, Марина… Думал прежде, чем сказать что-то. Да, кстати, да. И такой милый сюрприз у него. Марина на меня произвела нескладимое впечатление гораздо лучше, чем вот в телевизоре. Очень обаятельный человек. Маргарита, а вы что скажете? Ну, удивила, да, когда пришёл такой меланхолик был. Ну, возможно, опять же, застенчивость. Думаю, ну, как мама, придётся постоянно его пинать. Давай, ну, давай, ну, давай с танцем. Нет, так с Денисом приходится. Вот. Но после этого танца удивил. Необычно. Да, очень хороший мужчина. Роза. Ну, Петруша, конечно, от неё пользы особо никакой. Ну, и вреда тоже нету. Но в нашем возрасте, милая моя, уж лучше пускай прям как телевизор. Как говорится, не мешает, не гудит, не зундит и так далее. Вы знаете, мне кажется, это такая вот, я с Розой почти никогда не спорю, но мне кажется, такая оценка уничижительна, она ужасающая. То есть хороший человек, вот просто хороший человек, честный, верный, хороший друг, пользы от него никакой. Это уже сегодня не о чём. А я думаю, а при чём бывают прекрасные друзья, они кудочные мужья. И чё это он до 60 лет дожил, а только с одной тёщей. Понимаешь, и истории никаких толковых нету. Ничего, правда, что 15 лет смертельная болезнь. Ой, какая ты доверчивая, я наша, ты добрая, ты наша, добрая, 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 добрая. Замечательное место. Если для Марины будешь стараться, то я думаю, она подарит тебе всё своё тепло душевное, и на этого человека можно будет положиться. Он сильно чувствует природу людей, животных, предчувствия у него очень сильные по жизни. Он человек, который знает форму, ощущает её, понимает. И, кстати, он не меланхолик, а флегматик, он земля. И это человек земли, который, на самом деле, действительно, слов на ветер не бросает. Самое главное, у вас очень хорошая физическая совместимость. Знакомьтесь со вторым женихом. Вот если меня выберете, да, будьте вот счастливы. У меня всё для этого есть. Вообще, буду вас на руках носить. Ну, давайте послушаем. Это цветы вам, цветы вам. Спасибо большое. Николай, 59 лет. Работает завхозом в компании по производству окон, подрабатывает грузоперевозками, гордится своим загородным домом и огородом. Мечтает заняться разведением фазанов. Супруга Николая не была приспособлена к деревенской жизни и категорически отказывалась рожать детей. Надеется, что Марина поддержит все его начинания. Здравствуйте. Здравствуйте. Разрешите вам цветочки раз подавить? Внешне, конечно, они не подходят друг другу полностью. Почему вам жена не хотела рожать? Болела? Нет, не болела. У нас это просто вопрос не было. Как-то молчали, молчали. Ей уже 36 лет была. Дочь у него, замуж, внук у него. Просто как-то закрытый вопрос. А, то есть вы на бабушке женились? Да нет, почему? Нет, она моложе меня. А вот я смотрю, вы с молодухом пришли прям подруги. А это работаем вместе, нашему этому вовсе. Ну, жених очень энергичный, темпераментный от природы. Я думаю, что у него большие шансы на победу, на успех. Девчонки, хорошие мужчины? Мужчины у нас хоть куда. А вот смотрите, девчонки, смотрите, очень много, ну, сейчас почти все женские коллективы, так сложилось, очень много одиноких, неустроенных женщин. Почему Николай до сих пор на свободе-то? Вообще, у нас складской комплекс. И нам так повезло, что у нас в основном одни мужчины. Мы из женского коллектива, вот только у нас несколько девчонок. У нас хозяйственная, глянь на их ручки-то, они же не собираются в деревню ехать, картошку копать, правильно? А ему хозяйственная нужна, ему на кой городская-то? Правда, Коль? Да, я же деревенский, я же сами строитель, и печки. И у тебя там часочек. А у нас еще и была такая белоручка, вы жили в Пензе, а она сказала, никого хозяйства, корову дать не могла? Нет, она захотела молока, купил корову, сено косил, лошади у меня, эти бычки, свиньи у меня, хозяйство крупное было. А вы с ней хоть советовались перед тем, как все... Нет, она захотела молока, я тебе говорю, куплю корову, только доеду учись. А, нет, смотрите, она хотела рыбку, а не удочку. Она хотела, чтобы вы у соседки купили молока, бы ей принесли. Нет, нет, я говорю тебе, куплю, купил, научилась, это вообще комедия, надо же уметь. Первый раз, когда дарил бедра, вылетали, настырно было, научилась, вторую корову купил. Ну, такая... Рано надо вставать, в пять часов, что дает корову молоко, надо сдавать, надо. Говорю, хочешь, пожалуйста, я тебя себе накошу. Жених, конечно, хочет выглядеть очень обворожительным, но у него железный характер. Он будет жену свою прессовать. А сейчас хотите перепелов и... Все, да, да, да. И еще, что перепела? Фазаны, перепела. Слушайте, а вот от перепелок и яйца, а от фазанов что? Пазанов, это красота такая, царская птица. А то ли столько для красоты? Да, да, у меня фазан я строил своими руками 10 лет. Где территориально? А, в Пензе, Пензе. И там сейчас, и не собираетесь уезжать? Там душу вложил 10 лет. Коль, у вас хороший характер, без вредных привычек, не песни. А жену туда повезем? Конечно, у меня там огромнейший дом. А Москва нам на кой, правда ведь? Да, такая банька, сад, там жить. Нет, так, Коль, скажите, а офис у вас в Москве, что ли? Да. Да? А, да, я тут 12 лет уже, вот в Москве. А, и в Москве, ну а фазенд это у вас, да? А, фазенд, я каждый месяц, каждый езжу туда, 10 лет я ездил в строю. А там что, хорошо, сейчас, Коля, это сразу тебе могу сказать, всем товарищам, у которых пенсия будет. Вот, кстати, очень важную информацию передаю, Коленька, значит, когда нам 60-то будет? Еще далеко еще. Нет, у тебя 59. Да это что? Надо пенсию оформлять за 3 месяца до дня рождения. У меня в душе 40. Сева, да, потому что я-то думала, вот мне она с 10 февраля пошла пенсию оформлять, а оказывается 3-4 месяца. Я отказался. Слышишь меня, глухомань? Ты даже не слышишь ничего, что говорю. К пенсии, раз пенсия у нас скоро, мы ее оформляем и в пензу, слышишь меня? Да, 100%. А вот эти милые пензянки, они как вам дают этот проход-то? А, я там, как только настаиваю, я приезжаю, в отпуск бюро приезжаю, мне там некогда, я строю, 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 строю. Они около меня собираются, смотрят. Наследников много, наследников много. Сказал, никому мое наследство. Вот, женюсь, усыновлю дочерю. Слышишь, молодец, усыновлю дочерю. Вот, знаешь, самое главное качество? Вот прям даже то, что ты такой вот прямо уж не Алан-де-Лон, что извини, пожалуйста. Ну да, да, да. Ну, чернобровый, голубоглазый. Ничего, не Алан-де-Лон, как говорится, не городской. Но у него есть главное это, значит, что он сказал? Женюсь, унаследую детей, у тебя двое, и все наследство отдам детям своей жене. Правильно, точно. Вот, почему? Потому что племянники твои говорят, дядь, Коль, плохой. Плохой. А чем плохой-то? Да ну как, я их замуж выдавал, помогал, сюда в Москву, в Москву привозил. А чем плохой-то? Какие претензии? Ну как, я сейчас с собой начал заниматься, мне тоже надо. А, сразу плохой, да? Ну да. А мне ваша фамилия нравится. Вот еще одну букву Л и был бы Ларискин. Ну, я думаю, что в это хозяйство она не поедет, потому что она самостоятельная женщина, имеет свой бизнес и в село не поедет. Главное, у меня все готово. Живи спокойно, все. Коленька, а мы напишем сразу дарственную, наверное, извещание, да? Да, да, да. А ты знаешь, что так пообещал, скажи, вот будете ко мне хорошо относиться, на вас перепишу это, а будете плохо? Такая шикарная баня, всех приглашаю в баню. Баня не слышит. Такая баня не это то. Не-не, Баня, слава тебе Господи, что мужчин ничего не слышит. Ты ему прям в тихушку раз документики. Сам... Он тебе про баню, а ты ему посвящай. Сам свои друзьями еще подмахнул. Вовремя. И берем в печке сам себя. Нет, вот это вот, за эту черту, она у моего мужа, у Игоря. Мне иногда хочется убить. Вот ему интересно свое. И не важно, что ты говоришь. И не важно, что ты говоришь, у тебя какое-то откровение. Понимаешь, ты что? Он в этот момент захотел вдруг вспомнить анекдот. Как дитятя. И он тут же его рассказывает. Я говорю, ты что? Эй-эй. Ничего, что я тебе рассказываю. Что мама, билет купил. Он уже... А, да ладно. Ну вот, короче, приходит Абрам, да, к цару моей семьи. Я говорю, через час самолет отпускает. Ну да, потом. И вот это. Живет. Я говорю, ты счастливый человек. Мне кажется, тут есть некоторое противоречие. У них могут возникнуть как раз-таки конфликты из-за того, что и она человек амбициозный, и он тоже. Вот если хотите сначала убить первые 20 лет, а потом скажете, ну, у соседки еще хуже. И уже смиритесь и будете вот так жить. А что, зато банька. Оле хорошее. Нет, он и баньку сделает. Только знаете, как сделает? Как ему нравится. А не как вам. Потому что он лучше знает. Не, не, не будет считаться. Потому что он лучше знает. Нет. Нет, наше мнение. На компромиссы идет всегда. Да? Да, с ним можно договориться. Правильно. И мы с ним договоримся, когда он о нас все перепишет. Перепишем? А я договорюсь, если покажет какой-нибудь часть сюрприз шикарный. На рассвете загляну в соседний сад. Смуглянка-молдаванка собирает виноград. Я краснею, я бледнею, как хотелось вдруг сказать. Танцуюсь. Станем над репостой. Только легкие структура. Гуляй! Я сухой, как зеленый струксной. Не посмотри, не посмотри. Не посмотри, не посмотри. Кудрявый лесной. Это ума! Кудрявый лесной. Сухой, как зеленый. Такой кудрявый. Да, раз кудрявый лесной. Да, Николай. Спасибо. Друзья мои, проходите свой конкурс. Спасибо вам огромное. Если у нее будет большое чувство, то она поедет с ним в деревню разводить фазанов. А мне кажется, она не поедет в деревню. Маргарита и Денис. Весело было? Великолепно. Очень Николай понравился. Знаете, чего хочется, можно договориться. А танец какой? Великолепно. И заметьте, это он еще не выпил. Вы знаете, какой разнос пойдет после винтами. А может спокойно будет, Николай. Николай, вы были просто великолепны. Вы взорвали публику. Ваш человек. Да, очень понравился, что гостеприимный. Всех позвал. Свою хату, свою сауну, баньку. Это вот наше. А не заговорит, нет? Что не слышит. А что, беруши в уши и все, хуй, говорите. Ты главное в кидай. Это пивать так, понимаешь? Чтобы он как понимал, что ты вроде рядом с ним. Да, мужик-то хороший. И не жадный. Замечательный. Нравится тебе? Мне нравится. А еще нравится, что вот, когда ты знаешь, что мужчина больше всего нравится, то он говорит, вот хочу такую, чтобы в заграночку поехать, и чтобы все на мою смотрели. Вот чеш его вот это вот эго. Все, и квартиру отдал. То есть, кто короче, декольте поглубже. И все, и все подпишет. Все. Вы покорили все сердца всех. И невесты, и дочек, и розы. Смотрите, как вы дочке понравились. Для него важны мелочи, и важно, как выглядит женщина. Венера Меркурий в деве всегда замечает мелочи. Очень сильно замечает. У нас еще есть один жених, знакомьтесь. Здравствуйте, Марина. Здравствуйте. Меня зовут Иван. Я слышал, что вы хотите переехать в Сочи. Очень мечтаю. Да, поэтому я живу в Сочи, и если у вас возникнет такое, как говорится, желание, мы можем вместе проживать в Сочи. Спасибо. Это вам. Спасибо большое. Иван, 55 лет. Владелец парка аттракционов в Сочи. Любит ходить в лес за грибами и смотреть по телевизору бокс. Гордится тем, что он грек по происхождению. Признается, что некоторые люди считают его жадным. Когда Иван решил расстаться с гражданской женой, она стала требовать от него 40 тысяч рублей и угрожать заявлением в милиции. Надеется, что для Марины любовь всегда будет на первом месте. Здравствуйте. Я хотела вам цветочки подарить. Спасибо. А корзиночка не нам? А корзиночка тоже вам. Да, жидноватый. Розочки вам какие скромные. А вы грек? Я грек, да. А что это мы едим-то? Это сладкое. Скажите, пожалуйста, это хурма. Хурма? Это хурма «Бычье сердце». Называется хурма. Скажите, почему жена развод с вами оценила в 40 тысяч рублей? Не любила, что ли? Мне кажется, недорого. Это такая история, можно сказать, что романтическая история. Очень. Да. Это был уже финал, а начало было очень прекрасное. Ну, как бы, все было дружно, весело. Ну, так как женщина... Она была армянка? Она пополам была. Наполею, гречанка? Нет, нет, русская. Наполею, русская, наполею, армянка. Но у нее первый муж был грек. Вот, поэтому, как бы, она попала в Грецию, и там у нее от грека двое дочек. И вот она там проживала, ну, знала греческий язык и армянский. То, что такая была очень... А потом, она, судя по всему, столько крови выпила у греков своего, да, что она уже была на четверть гречанка. Я не знаю, да, но может быть и так. Иван из Сочи. Вот, Марина мечтает уехать жить в Сочи. Поэтому это просто счастливый случай для них обоих. И вы едете к ней туда, в Грецию? Да, первоначально она делала для меня все. Ну, в смысле, там, не финансово, а как бы ухаживала, там, все. За меня какие-то вопросы решала, вот, вместе поехали. А что за вами ухаживать-то, здоровый лоб какой? Не, ну, в смысле... Кормить, поить, церковь заниматься. Да, женских вещей имею в виду, ну, ты все, там. Вот. А потом мы удачно съездили в Грецию. Она даже не давала мне возможности, там, что-либо проявить себя. Я там пытался, там, где-то... А за ваши деньги или за ее деньги? Ну, ехали за мои деньги, да. Вань, послушай, она первый раз, когда вы месяц переспали, вы сразу поняли, что не ваша. Не моя, да. У вас несовместимость. А тут, ну, пожалели, что теперь? Да, я ее предупредил... Именно сексуальная несовместимость? Она была разорвантная? Ну, не та химия, понимаешь? Нет, она симпатичная женщина, все, и стройная, и все. В Сочи приехала, они в Сочи сюда не ездят, они надо бы там нашли давно уже. Мне кажется, ей свобода слова даже не даст. Я, например, допускаю, два человека переспали, взрослых, не получилось, и разбежались, но у вас же с ней были отношения долгие. Хотя вы поняли, что она не ваш человек в первую очередь. Да, да, но я ее предупредил, как бы, но она настаивала на то, чтобы мы все-таки опять были вместе. Она говорит, ты меня еще голый не видел. Нет, я все видел. Нет, это я еще, это у меня такой юмор солдатский. Да, но дело в том, что она хотела, ну, может, я ей понравился, я не знаю. То есть она вас желала, а вы желали кого-то другого? Нет, я еще никого не желал в тот момент, но ее не желал. А получилось так, что... Но в Грецию поехал. Вот. Ну, ты дурак, что ли, от Греции отказывать там? Нет, это да, конечно, она меня соблазнила с этим вопросом. Я думал, что ну так поедем, приедем, и так будем дружить. Я думаю, что невеста может выбрать последнего кандидата. Он очень яркий. Ну, ночью она, вы просыпаетесь от того, что она смотрит на вас и там что-то шепчет. Да, вот такое. Но я всех женщин предупреждаю сразу, что это бесполезно. Бесполезно что? Ну, заговорить или что-то другое. Вас, да? Да. Я вот даже вот в жизни смотрю на себя так со стороны и думаю. Столько лет. Вроде иногда сможет. Говорят, Ваня, ну что, ты нормальный мужик, то все. Почему ты не женишься? А я... А у вас дети есть вообще? Нет, вот детей нет. То есть ни разу не женаты были? Ну, а с кем детей есть, я только с женой. Слушайте, вам уже почти шестудесят, пятьдесят пять. Мы с вами родители. Пятьдесят пять, да. А хотите детей? Да, я хотел бы. Одного хотя бы. А так что пришли к Маринке с сороками, пятой, десятой? Какие дети? Ну, я пришел с предложением. А там уже вопрос, как говорится, она может выбрать другого мужчину. То есть это ее право. Женщина отличная. Да? Да? Да, супер. А можете сейчас нам взять и сюрприз подарить для нас всех? Нет, не подходит. Подхожу, только я единственное подхожу. Вот истинно. Вы вернете человека в жизни. Бежбана не купилась на этот внешний шарм. Да, 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 да. Сочи не подходит, не купил сама. Море синее, равнина, волны катят не спеша. Я скажу тебе, Марина, что ты очень хороша. Желтый пляж уходит морем, горизонтом идет за нить. Ты меня полюбишь вскоре, а иначе мне не жить. Я люблю тебя, Марина, все сильнее день ото дня. Без твоей любви, Марина, этот мир не для меня. Наши встречи так не с долгим, расставание впереди. Разлетимся, как осколки, и попробуй-ка найди. Орехи действуют однозначно. И на вас орехи действуют, и на нас. Видите, с ума сошла как. Спасибо большое. Спасибо за царский подарок. АПЛОДИСМЕНТЫ Я единственное хотел... А ты что вышел-то? На подтанцовку? Бороться. Марина вышла сказать, не надо никакой Сочи, не надо. Будем ездить два раза в год в Сочи, а поедем в Пензу. О, что? Конкуренция. А ты что молчишь? Тут у тебя невеста уходит. Не надо, как в Сочи ездить. В Сочи два раза отдыхать будем ездить. А пойдем в Пензу. Пусть говорите уже тоже мужчина, я думаю, что говорил. Покатай еще на гадельке на своей. Там еще есть и трактора есть, и все есть. Покатаемся, да. Вот так вот у нас тут это. Не надо, в Сочи. Нам надо в Пензу ехать. Я хотел вам привет передать. Так, секундочку. Секундочку. Значит, раз у нас такая пошла. Привет передаю. Пьянка, да. Давайте тогда батл сделаем. Сейчас кто лучше станцует. Давай-ка. Попа, иди. Дайте мне привет передать, привет. А где, а баянист-то где? Сейчас, давай, давай, давай. Ваня, Ваня, давай. Привет передам можно, а то у меня... Кому передашь? А я тоже привет не передал. Грузею хочу... Ларисе, давай. Ларисе Грузееву хочу передать привет от своих подруг. Они помогали мне сюда приехать. Это Елена и Татьяна. Они вас очень обожают. И вывезем мы невесту в Пензу. Так же, как и я. Ну, то, что у него меньше экспрессии, чем у Николая, на мой взгляд, это совсем неплохо. Ничего плохого нет. Кому как-то. Встанем. Давай. Так, Коля, начинай, давай. А с одной стороны. Подключаемся. Подключаемся, Коля, так, в стороночку. Теперь давай. Вот, подождите, сейчас он танцует. Вы танцуете. Так, Коля, пошел. Так, Ванька, давай, давай, Ваня. Ой, стой. Стой сейчас, Ваня. Вот, пошел. Ну, как мы за невесту бьемся-то. Молодцы. Спасибо большое. Как вы думаете? Значит, так. Тихо, 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 тихо. Так, значит, аплодисменты за Николя. Нормально. Тихо. Аплодисменты за Ванечку. Вроде одинаково. Ну, ладно, идите, наши мужички. Сейчас это, не нам выбирать, невесту сейчас выберет. Ой, как прям. Все, проходите в свою комнату. Ой, я как барыня. Ой, как вы ласковые. Ты посмотри, а. Ну, по-моему, все равно кто. Маргарита и Денис. Как вам Иван? Иван показался очень вкратчивым. И что-то среднее между Петром и Николаем. Нет, ну, послушайте, у Николая танец назывался «Этот танец не задушишь, не убьешь», понимаете? Он прямо как это из табакерки просто. О-о-о. Вот, так что кто с Николаем может конкурировать? Танца, конечно, никто. Только покойный Майкл Джетсон может. Ну, Иван, красиво танцует. Но потом они все же, кавказцы, южане, они, мужчины, если не умеют танцевать, значит, он ничего другого не умеет. Тоже там неприлично не умеет танцевать. Я думаю, под греческую мелодию он бы вас сейчас очень удивил, Иван. Мне все понравилось. Классно. Я, как говорится, очень доволен. Но я вас вижу почему-то с Николаем. Вот прямо, понимаете, у него, видать, столько накопилось любви в организме, и столько заботы и нежности. И потом он, смотрите, как кинулся вас отвоевывать. Да, и кофе буду на постель таскать, да, вообще-то. И на постель, Николай. Ну, в постель. В постель, да. И этот. Таньку два раза в неделю будет она топить, да. Там фазаны будут гулять, такое счастье будет, да. Вань, конечно, хороший, но, честно говоря, смущает, что почти 55 лет никого нет. Ни детей, ни жены толком, и истории какие-то это. То есть это вот, если хотите кроссворды разгадывать, то разгадывайте. Но если выбирать, конечно, Коля. Но его мне недвижимость тоже очень нравится, еще быстро. Вот, кстати, первый... Тебе недвижимость, а мне его движимость нравится. И дяденька ртуть. Ей нужна более интересная жизнь, я думаю. И в Сочи, конечно, будет гораздо интереснее со мной. Иван, думаю, нравится вам, потому что огненные знаки, они вообще любят друг друга, скорее всего. У вас одинаковое отношение к браку, вы люди, которые чувствуют хорошо друг друга. Отношения могут завязаться бурно и очень хорошо, очень ярко. Если Марине нравятся спокойные люди, такие рассудительные, как Иван, то она может его выбрать. Если с Николаем свяжете свою жизнь, то не отпустят. Тут такой бой идет-то за невесту. Не на жизнь, а на жизнь. Не один из женихов бы на такую не пошел. Нет, конечно. Своё не отдадим, выигрываем. Не отдадим, выигрываем. Первый жених даже не вышел. Мы можем третий раз выйти еще. В общем, себя слушайте, вы точно знаете, куда вам идти, вы это почувствуете. Мы вас поддержим, в любом случае. Проходите. Выдох. Девять. Вы красный. Нет, сейчас нужны памперсы, точно, абсолютно. Стопя! Не потей! Не потей! Я предлагаю всем выйти и поддержать Марину. Здравствуйте еще раз. Я вас выбрала. Я очень рад, что вы выбрали меня. Надеюсь, у нас все будет хорошо. Я тоже на это надеюсь. Вы мне очень понравились. Мне тоже. У нас есть пара Марина и Иван. Если вы одинокий или вам понравились, кто-то из участников сегодняшней программы, пишите на сайт Первого канала. А я, Лариса Гузеева, желаю, чтобы любимый человек обязательно сказал вам. Давай, поженимся. Удачи! 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 Продолжение следует...